4 дня ее тошнит ей херово не понимаем что происходит она не поймет четвертый день реально говорит что тошнота и и рвет сейчас лежит в постели не может встать говорит я ничего не могу ничего не хочу и просто лежит взял в аптеке два теста почему два чтобы чтобы наверняка с добрым утром оденусь будучи девушка ты готова писать чашку чашку ну взять придет чай будет будет давай пошли быстренько быстренько не менее давай быстренько утренние мочат не подожди давай вот так вот то мало ли там подмену строишь то нет ты пописаешь а потом давай сначала сделает а потом уже разбираться будем я делась еша чё так мало ой тепленькая чё так мало так достаточно откуда ты знаешь давай ты смотреть не будешь тогда поставить поставить и оставить смотри там нормально как раз на этой все я отношу туда куда-то ну чтоб сюрприз был пускай там стоит а потом мы зайдем и покажем не там один еще один хорошо будет контроля если что так вот оставляем через пять минут пять минут пять минут это мы только проснулись час дня сейчас шанс я вынесу 3 2 1 не ничего не вижу откройте еще один сделаем не может сейчас подожди давай второй сделаем так еще пять минут не снимать это вообще не смешно не прикольно и не снимай пожалуйста я хочу с камерой говоришь это потом не говорила что я крысом диктофон записываю тебя ничего вообще не смущает я себя снимать хорошо не могу почему ты будто с претензий не говоришь будто только я один в этом участвовал но тебя же тошнило четыре дня давай хотя бы теста 2 дождемся может 2 не покажет еще две минуты ты вчера одежду вышивала ты кукле ну тут четыре минуты прошло он тут уже уже смысле быть такого не можете что как у людей собирайся ты мне выгоняешь теперь нет поехали к врачу и что мы с ним делать будем с врачом ну а что еще делать таких ситуациях я не знаю ждать рождение ребенка а что что делать праздновать ну допустим приехали мы к врачу что мы что дальше тебе пить нельзя теперь да ну что ты грустная такая все же хорошо ты еще шутишь я буду в ванной на даче рожать этого ребенка я дострою дачу ну я серьезно типа без шуток ты сейчас типа ну посмотри он на гранкина нормально же все чем более ты не сейчас это еще нужно подождать я в шоке с твоей реакции тебе просто так весело от этого не каждый день такое но я будто ну я типа готовился на протяжении всей жизни на протяжении всей жизни готовился к тому что когда-то это случится и понятно что нужно внезапно но в большинстве случаев это внезапно я рассчитывала что-то будет запланировано и ближайшее время я не планировала не знаю поехали к врачу гинекологу татьяне татьяна ее зовут ура мы едем к гинекологу показывать нашего ребенка татьяне здравствуйте а вдруг она смотрит поздравьте молодого отца ну как молодого ну молодого отца дочка или сыночек смотри что я сделал ты еще будешь там рыбкой плавать плавать а потом через 8 чем-то месяцев с мамки и на письки выпрыгнешь и охерее с того что происходит у нас в жизни ну смысле вообще что тут у нас происходит я уже пьяный вонючий мокрый вспотел и разверничался фу мне такое чувство будто мне день рождения какое-то пожалуйста красивенько что у бабушки и у бабушки и у мамы моей там в рамочке потом стояла фоточка такая не подожди чтобы красивым был и соглашается держит так я поверю и пойму что происходит когда я побываю врача не просто я думаю что они типа просрочены я просто не понимаю как это возможно когда девушка и парень спят в одной кровати это бывает такое охуеть охуеть сука я хотел сказать а давай никому не будем говорить давай пока что никому не будем видеть я тоже только что об этом подумал типа когда мы об этом всем скажем типа что ты же снимаешь родителям же что-то сказать я не знаю я тоже еще так не делал я даже не понимаю как мне на это реагировать потому что я не могу этого осознать потому что я проводила опросы многие люди сказали что им тоже плохо последнее время я поняла ну что многим плохо и мне плохо значит нормально ну тебя же все время тошнит и все время плохо и вообще то тесты купил по приколу ну типа там сейчас по приколу залежу там поснимаю и все такое вдруг у меня уже там срок какой-то приличный просто особо не видно еще я думаю не больше трех месяцев то есть у нас есть как минимум полгода для чего для чего не знаю просто полгода чтобы достроить дачу я не смогу уж на дачу ездить то не ну там с ребенком жить наверно будет нереально даже туалета нет и какого вообще обсуждаем дачу ты снимаешь да это выстроить не обязательно на память да конечно я и написал спасибо давайте роды чип держитесь пиздец что да чуть-чуть да нельзя это праздник чуть-чуть да нельзя да немножечко я не буду давай собирайся туда она еще не верит просто да просто ты все время снимаешь и меня это сбивает я не могу даже эмоционально как-то себя проявить потому что ты потом это все выставляешь и перекручиваешь перекручиваешь что тут перекручивать я могу только перекрутить что сказать что не от меня но так как мы 24 на 7 месте у нас скорее 35 минут осталось и задача теперь не рожать у меня такое чувство будто я смотрю уже это видео будущий там 30 чем-то лет и такой смотрю на этого малолетнего раздолба и думаю боже шо ты там о чем ты там вообще говоришь ты посмотри на шоу тут вот эти сраные памперсы этот ребенок который кричит зубы режутся о чем ты там сейчас типа думаешь вообще вот бы будешь моей шкуре в мои 30 чем-то лет хотя нет подожди это уже будет ребенок садик заканчивать вот потом ты поймешь это пиздец а сейчас то что у меня это вообще херня сейчас то что вы сейчас видите то что происходит это во первых пол бутылки шампанского и какое-то мое будто знаете будто камера это какая-то моя защитная реакция и вот сейчас она потому что я когда себя снимаю чувствую будто я в какой-то комедии поэтому мне нравятся всякие ситуации когда что-то происходит другой бы расстроился бы а мне наоборот по приколу это я нормально отношусь ну как относиться мне 26 а ты небольшая ответственность ты еще хуже чем ребенок на самом деле но ты а как ты хочешь поступать кроме естественного варианта в этом случае тут вариантов немного ну тогда как нам быть понимать что она ждет и готовится к этому все а что ты еще сделаешь я стихо говорю посмотри блядь на гранкина ты думаешь у нас не получится боря не то чтобы я имею что-то против тебя но ты же вообще вообще ждал боёв меня он дачу за за бабахаю вон со своими этими анонимусами и все будет классно анонимуса вообще он возьмем этим крестным или лебедево как минимум семейство у нас не должно быть каким-то простолюдным по любом должен кто-то быть в крестных какой-то там я не знаю реально анонимус или какой-то лебедев по моему и наоборот не впечатляю наоборот готовчинка я тоже готовчинка посмотрите это был мой завтрак андрей меня напоил шампанским и я немножко успокоилась ты сделал хлоточек ты же не напилась водки со мной в общем мы решили что если будет мальчик то мы назовем его кирюшей хуюш конечно бать бобром зубатым еще вырастет не хочу я такой пишите в комментариях как назвать мальчика потому что мы предполагаем что будет все-таки мальчик вы не представляете какой кирюша блять кирюша на самом деле последний диалог у меня с кирюшей он рекламировал какую-то хуйню я пишу привет кирюше что-то за рекламодатели можно меня с ними связать и походи с ними пообщаться виду и кирюша пишет привет андрей типа скажи сколько ты хочешь за рекламу а я им сам напишу то есть для того чтобы быть барыгой посредником чтобы им написать цену больше вот чтобы с меня еще что-то поиметь что за хуйня кирюша это твоя натура какая блять на потому что жлобская натура понимаешь в итоге я спустя пару дней пишу кирюша типа ну что там все кирюша не отвечает ту цену которую он сам назвал сказали наверное типа нет и все кирюша просто понял что он не заинтересован не больше отвечать типа и все вот вам весь и кирюша что-то визитка стоматолог а фу погода отвратительная просто даже не дождь а ливень идет мы ждем такси сейчас будем ехать здравствуйте приехали пойдемте я вообще думаю что что нам могут сказать теста есть и в принципе все что еще могут сказать какое-то узи делать я думаю что рано ну короче пойдем так как сегодня воскресенье узи нам сегодня не сделали сказали что только с понедельника я почему-то думаю что все равно бы узи ничего не показала потому что что-то может быть на узи видно ну тест это же химическая реакция типа там моей спермы на твою яйцеклетку узи это типа когда просвечивает там показывает типа какой-то как типа сканер просветила и там показывают уже рыбку которая превращается в человека а сейчас она сейчас это просто сперма есть я думаю что все равно ничего не видно короче в итоге доктор сказал что не переживайте не в не волнуйтесь типа вам нужно но не два же сразу она попыталась успокоить к что не переживайте ничего страшного что типа это природное нормальное явление беременеют все и вообще радуйтесь что вы забеременели и поздравляем и не волнуйтесь придете сделаете узи все будет хорошо типа этот доктор татьяна она ну что ну что я же не называю фамилию ведет девушек типа беременности или типа проводит беременность как я не знаю как это сказать короче она специализируется по этому ну и типа и по совместительству она гинеколог конечно же а пока что не переживайте так это же не то что мы такие снимаем влог что вот уже полгода у тебя уже пузо типа и мы такие скрывали полгода это первоисточник вот мы узнали увидели сегодня сняли сегодня же я это видео опубликую пускай смотрит и твои родители точно смотрят видео и бабушка моя смотрит поэтому все нормально это будет сюрприз такой внезапный уже уже не такая и задумчивая уже вроде бы более-менее даже немножечко довольна ты довольна наверное да наверное говорит наверное я знаете и будто себе почувствовал на лет хотя бы пять взрослее таки такой знаете не просто типа распиздает подбухну там погулять и такой типа так надо типа что-то надо а